Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. В главной программе сегодня украинские волонтёры продолжают вывозить тела военнослужащих, погибших под контрольным сепаратистам районов. В Петербурге разрешили собраться европейским и российским ультра-националистам, но при этом разогнали митинги в противниках. И русскоязычный житель Нью-Йорка установил новый рекорд Гиннесса в ультрамарафоне. Начнём, как обычно, с новостей из Праги. Шахида? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Украинские волонтёры, работающие в районах Донецкой области, подконтрольных сепаратистам, снова обнаружили тела украинских военных, погибших в боях под Дебальцево в феврале этого года. Эксгумацию волонтёры проводят вместе с представителями самопровозглашённой ДНР. О трудностях совместной полевой работы Антон Золотых. Посреди грунтовой дороги, в чистом поле, недалеко от Дебальцево, обгоревший остов танка украинской армии, волонтёры по частям достают останки украинского военного. Тело второго находят неподалёку, в безымянной могиле. По версии волонтёров, при отходе сепаратисты успели похоронить украинского солдата. Волонтёры отмечают, что даже сегодня, несмотря на режим прекращения огня, рисковать приходится каждый день. В полях много неразорвавшихся снарядов, а иногда гранаты находят прямо под телами. Ситуации были, были под обстрелом, миномётами, под градом. Разные ситуации были. И, скажем так, поверх голов стреляли. Но стараемся их избегать, работать так аккуратно. Ну, то есть опыт нарабатывается потихоньку. С украинской организацией «Чёрный тюльпан» представители самопровозглашённой ДНР сотрудничают с августа 2014 года. Нам делить нечего, мы давно сотрудничаем. Все тела должны быть возвращены на родину родителям. Мамы, дети, и нарканы. Почему украинские должностные лица сами не ведут поиск и доставку домой тел погибших солдат украинской армии? Об этом в интервью нашей программе рассказали в Службе безопасности Украины. К сожалению, сегодня мы не можем непосредственно заехать на временно неконтролируемую нами территорию. Поэтому мы сотрудничаем с волонтёрскими организациями, которые выполняют для нас эту работу, разыскивают тела погибших солдат. Если этого солдата ещё можно будет опознать по документам, то в случае со вторым придётся производить анализ ДНК. Нет, но если при них есть документы, мы пишем на таблицу. Все тела передаются украинской стороне. По словам представителей самопровозглашённой ДНР, в Донецке оборудования для анализа ДНК просто нет. За полгода совместными усилиями обеих сторон было найдено около 400 тел. Антон Золотых. Настоящее время. Конец перемирия на востоке Украины. Минувшие выходные артобстрелы шли в районе посёлка Пески, Авдеевки и Дебальцево. По сообщению украинских властей, шестеро военнослужащих были ранены. В Песках обстрел произошёл во время визита в посёлок наблюдателей ОБСЕ. По данным Минобороны Украины, обстановка в регионе остаётся неспокойной по всем направлениям. Украинские войска зафиксировали применение танков и артиллерии в районе Донецкого аэропорта и посёлка Широкино. Представители так называемой ДНР, в свою очередь, утверждают, что перемирие нарушает украинская сторона и что за последние сутки четверо боевиков были ранены. Обе стороны сообщают, что обстрелывались из тяжёлой артиллерии, которая по Минским соглашениям должна была быть отведена от линии фронта. Добровольцы более эффективны при выполнении боевых задач, чем мобилизованные военнослужащие. К такому выводу пришло Министерство обороны Украины. Ведомство создаст территориальные центры для активного поиска граждан Украины, которые желают пойти служить. О плюсах и минусах такого подхода расскажет Юлия Дрозд. В Минобороны Украины считают, что уровень мотивации волонтёров выше, чем у мобилизованных. Поэтому они могут существенно усилить боеспособность армии. Воинское подразделение будет в единой базе данных размещать заявку, что им нужно там условно 50 стрелков с такими и такими параметрами. И соответственно по общей базе данных будут по всем городам Украины подбираться люди не просто призвать в армию, а в конкретное подразделение по конкретной заявке. Желающих нести военную службу немало. Многие из них проходят курсы боевой подготовки в учебных батальонах. Одно из таких объединений, Украинский легион, создано активистами совместно с одним из подразделений территориальной обороны Киева. Каждый должен иметь право и возможность защищать свою землю. Ну, мабуть так, и не я один, как вы бачите. Я готов идти служить, и как видите, не один. В наш центр приходит довольно много людей. Некоторые идут служить в АТО по призыву или добровольцам. Мотивы у них могут быть разные, но я думаю, что это правильный поступок, это патриоты. Сейчас, по словам активистов, государство не создало условий для тренировки добровольцев. Батальоны территориальной обороны фактически не организованы и не функционируют должным образом. Идею комплектации армии волонтерами военные эксперты поддерживают, однако отмечают, что для повышения эффективности войск этого недостаточно. Сама идея проблему не решает. Ее нужно решать комплексно. Большинство людей по своему психотипу не готовы воевать. Их нужно мотивировать. Поэтому, в первую очередь, руководство страны должно показывать, какое будущее ждет страну после победы, за что солдаты отдают свою жизнь. Юлия Дрозд, Аскольд-Сирко, Настоящее время. Отношения между Россией и НАТО продолжают ухудшаться. И о новых угрозах сторон друг другу расскажет Наташа. Да, Шахиды. Российский посол пригрозил нацелить ракеты с ядерными боеголовками в сторону датских кораблей. Следание присоединится к системе противоракетной обороны НАТО. Цитата посла Михайла Ванина. Если это произойдет, датские военные корабли станут мишенями для российских ядерных ракет. Конец цитаты. Министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор назвал слова посла неприемлемыми, призвал не нагнетать обстановку и напомнил, что система ПРО является оборонительной. Между тем, командующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов заявил, что Западу следует рассмотреть вопрос о поставках оборонительного оружия в Украину, поскольку бездействие может привести к обострению ситуации. Комментарий отставного адмирала Джеймса Ставридиса, бывшего командующего силами НАТО в Европе. Приоритетом НАТО является его безопасность. Во-первых, мы должны делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность членов, которые находятся вблизи России, а именно стран Балтии, Польши, Румынии и других. Я бы даже включил в этот список Германию. Во-вторых, Альянс должен работать над тем, чтобы Россия отказалась от попыток перекроить европейские границы. Это означает поставку вооружения украинской армии, разведку, информационную и общую поддержку. Сергей Коноплев, директор программы Черноморской безопасности в Гарвардском университете, считает, что обмен взаимными обвинениями между Бреселем и Москвой – стандартная реакция на рост напряженности. Я до сих пор хорошо помню Бухарестский саммит, на котором я принимал участие. Кстати, вот этот Бухарестский саммит – это был такой водораздел, когда Россия поняла, что НАТО – это не цельная машина, о которой надо бояться, а бюрократическая структура, которую можно взламывать, ломать, договариваться с отдельными частями. Но именно в тот момент Путин увидел, что он может что-то, что Россия может сделать что-то против НАТО, и НАТО ничего не сможет сделать. Что, в принципе, произошло во время войны между Грузией и Россией. И Россия получила один из факторов, который они сейчас используют – это безнаказанность. Второй фактор, который, я думаю, очень важен – это вседозволенность. Вседозволенность поведения России и защищать свои интересы так, как они считают нужными. В данном случае надо сказать, что Россия это делает не сама, а она тоже берет пример к Соединенных Штатам. Очень многие думают, что Россия не любит Соединенные Штаты. Россия обожает Соединенные Штаты. Россия хочет быть такой страной, как Соединенные Штаты, потому что это власть. Поэтому с самого начала, когда было расширение НАТО и когда Россия была при Ельцине слаба, ничего не могли сделать против продвижения этого альянса на Востоке. Сейчас практически Путин стоит перед выбором. Либо он показывает, какая страна сильная и делает максимально все по этому поводу, чтобы доказать и показать. Либо он сможет проиграть. Это связано с его недавним исчезновением, это связано с возможной борьбой, которая существует за власть. Когда был Кремль, всегда была борьба за власть. На Капитолийском холме в Вашингтоне прошла выставка под названием «Майдан. Украина. Дорога к свободе». Она была приурочена к первой годовщине аннексии Крыма России. Организаторы использовали эту дату для того, чтобы привлечь внимание американских законодателей к украинскому кризису. Репортаж Вадима Алиничева. Процветание Украины будет победой и для самой Украины, и для США. Под таким девизом прошла в Конгрессе выставка о Майдане образца 2014 года. Большинству образованных американцев пояснять смысл слова «майдан» уже не нужно. Разрешение украинского кризиса медленно, но верно становится одной из основных задач внешней политики Соединенных Штатов. Вот почему на открытии выставки собрались законодатели, политики, общественные деятели, бизнесмены и просто сочувствующие граждане. Одним из организаторов мероприятия стала член Палаты представителей Марси Каптур. Я думаю, президент США полностью понимает, как важен сейчас украинский вопрос, а также понимает, что и кто стоит за событиями в Украине. Свидетельство тому – новая партия нелетальной помощи Украине, выделенная администрацией США. Мы являемся одной из стран, планомерно снабжающих украинскую армию необходимым снаряжением, потому что президент знает, что сейчас это важно. То, что нынешние власти Украины пользуются растущей поддержкой в Конгрессе США, продемонстрировало присутствие на вечере целого ряда американских законодателей. Помимо Марси Каптур, гостями вечера стали сенатор Тед Круз, а также конгрессмены Майк Фитцпатрик и Сандер Левин. Все они горячо выступали за то, чтобы Соединенные Штаты активизировали всестороннюю помощь Киеву. Сенатор Круз потребовал от Белого дома безотлагательно начать поставки Украине оборонительных вооружений. Присутствующие встретили этот призыв аплодисментами. К концу вечера было уже ясно, что украинский праздник на Капитолии удался, но, как говорится, потехе час. На следующее утро в этом же самом зале собрались представители бизнес-элиты США. Их цель – обеспечить Украине такие темпы развития, которые будут выгодны обеим сторонам. Бизнес-форум открыл посол Украины в США Александр Моцик. Он начал свое выступление с описанием масштабов разрушений и экономического ущерба, нанесенного Украине в ходе событий, связанных с аннексией Крыма и началом военного конфликта на востоке страны. Только за прошлый год Украина лишилась доходов от экспорта на 10 миллиардов долларов. По утверждению украинского посла, переход страны в категорию развитых государств возможен, только если правительство одолеет коррупцию и восстановит экономику. Вот тут Киеву и нужна помощь иностранного бизнеса. За это выступает и президент бизнес-совета США-Украина Морган Уильямс. Говоря о перспективах, не следует забывать, что многие иностранные компании ведут бизнес в Украине уже два десятилетия. Что касается привлечения новых инвестиций, то, конечно же, для этого стране нужно обеспечить большую стабильность. Должны быть приняты меры для прекращения военных действий, и вдобавок украинские власти должны провести финансовые реформы. В любом случае отрадно видеть, что зарубежные компании, включая и американские, воспринимают украинский рынок как долгосрочный и перспективный. По общему мнению экспертов, нынешнее правительство Украины – это, как было сказано, группа лидеров, в наибольшей степени понимающих законы экономики и необходимость развития частного бизнеса. В этом им могут и должны помочь западные предприниматели. Так что сейчас уже никого не удивит, если скоро Украина превратится в активного бизнес-партнера США. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Да, кстати, сегодняшняя новость. Сенатор Тед Круз, которого вы только что видели в репортаже нашего корреспондента, объявил сегодня о намерении вступить в борьбу за президентский пост. 44-летний Круз, один из фаворитов движения «Чаепитие», стал первым республиканцем, официально объявившим о намерении выдвинуть свою кандидатуру. Он обещает добиться отмены принятого по инициативе президента Обамы закона о реформе здравоохранения, а также упразднить налоговую службу и Министерство образования. Ожидается, что в ближайшие недели в предвыборную кампанию в США включатся еще несколько республиканцев. Время передавать слово коллегам в фраге. Шахидам? Спасибо, Наташа. Сегодня в Крыму хоронили младшего сына бывшего президента Украины Виктора Януковича. 33-летний Виктор Янукович-младший погиб, провалившись на автомашине под лед озера Байкал. Вместе с ним в машине находилось еще пять человек, которым удалось спастись. В отличие от старшего сына, экс-президента Александра, Виктор активно бизнесом не занимался, а в последние годы президентства Януковича был депутатом Верховной Рады. В свободное время посвящал автоспорту. Об этом рассказывает украинский журналист Алексей Мацука. У Януковича есть два сына. И сын, который Виктор, он был, позиционировал себя как политик и не бизнесмен. Был бизнесменом, собственно, Александр Янукович. Бизнес у Виктора Януковича, у Александра Януковича, это все называлось в украинской прессе и в международной прессе бизнес семьи. И все складывалось в одну семью, по большому счету. Ну, это было традиционно для украинской политики, да, показывать одно, а в реальности жить совсем по-другому. Строительные объекты компании Януковича в Донецке на сегодняшний день закрыты, и часть из них заморожена, но в принципе они поддерживаются в нормальном состоянии и в любой момент готовы вступить в эксплуатацию. Пока российские власти продолжают искать фашизм в Украине, националисты всех мастей в эти дни собрались в Санкт-Петербурге на так называемый русский консервативный форум. Представители российских и европейских партий про фашистского толка решали судьбу русского мира в городе, судьба которого неразрывно связана с войной. Подробности в репортаже нашего корреспондента Андрея Королева. С этих слов модератора началось первое заседание так называемого форума, который в кругу питерских либералов успели назвать сборищем неонацистов. Сами участники всячески открещивались от ярлыков, подчеркивая, что мнение демократически настроенной общественности их не интересует. Выступающий против русского консервативного форума в Петербурге это сегодня предатели национальных интересов Российской Федерации. Форум националистов организован партией Родина, неформальным лидером которой является председатель военно-промышленной комиссии при правительстве России Дмитрий Рогодин, лейтмотив русских радикалов события в Украине. Я считаю, что на Украине мы наблюдаем жесточайшее ущемление прав русских и их поворотиков. Интересно, что европейцы, представленные 11 партиями, имеющими на континенте репутацию ультра-националистических, в Петербурге предпочитали пребывать в тени российских леворадикалов. Даже крымская тема об их выступлениях подавалась сдержанно. В каком-то смысле это стало разочарованием для русских ультрас. Их словно бы лишили символов, подменив идеи гегемонии неофашизма глубочными присказками казаков. Крым наш, а Донбасс настоятельная организация в составе Украины. Питерские улицы, прилегающие к отеле Холидей-Ин, тем временем по-своему отвечали на вызов националистов. Сегодня происходит скотка неонацистов со всей Европы. Я против этого. Я являюсь гражданским активистом. Почему нас так мало здесь сегодня, это большой вопрос. Кремлю неустающему искать фашистов в Украине и в Европе не на кого опереться? Таким вопросом задаются представители питерской либеральной общественности. Власти накануне Дня Победы, принимающей в городе, пережившем страшную блокаду ультра-националистический форум, хранят молчание. Фашизм ищут в Киеве, фашизм ищут во Львове. Не замечая фашизм у себя под носом, никто из них не пойдет с блокадом. Простите меня за то, что я допустил сборище фашистов в моем городе. Игорь Королев, Настоящее Время, Санкт-Петербург, Москва. Ну а в соседней с Россией Литве проходят обыски в квартирах организаторов митингов против ИС и НАТО. Литовская полиция провела обыски подозреваемых в антиконституционной деятельности. Операция прошла практически во всех крупных городах страны. Среди тех, кому пришлось познакомиться с представителями правоохранительных органов, а также авторы прокламации против Литвы. Из Вильнюса сообщает Александр Зубряков. Обыски произведены в квартирах подозреваемых, а также в издательстве. В нем печатались прокламации, в которых жители Литвы призывались объединяться в группы и выступать против литовской власти, Соединенных Штатов Америки, членства Литвы в НАТО и Евросоюзе. Большинство авторов таких прокламаций – участники прошедших в прошлом месяце в Вильнюсе и Каунасе акции протеста против НАТО и США. По словам прокуроров, вышеупомянутые деятели призывали молодежь присоединяться к их движению, распространять ненависть в Литве, разжигать межнациональную рознь. Криминалисты подозревают, что девятерых граждан страны финансировали силы из-за рубежа. Мы пытаемся установить авторов этих прокламаций. Мы также проводим поиск связей вышеупомянутых лиц с учреждениями враждебных для нашей страны государств. Действия этих граждан соответствуют признакам сразу нескольких преступлений. В первую очередь – это создание организаций, которые создаются, чтобы нарушать суверенитет государства, покушаться на его независимость, неделимость территории. В настоящее время прокуратура пытается установить источник финансирования. Как сообщили настоящему времени в Генеральной прокуратуре, следствие ведется по факту организованной антиконституционной деятельности. Между тем, корреспонденту настоящего времени удалось встретиться с одним из подозреваемых. Он рассказал детали проведенного у него дома обыска и заявил, что не понимает, в чем его обвиняют. И они пошли сюда на территорию делать обыск, а меня оставили там женщиной одной. Ну, я, честно говоря, просто взял и убежал от этих бандитствующих товарищей. И потом, уже находясь в лесу, я уже звонил всем людям, говорил, что вообще происходит. Значит, они мне там говорят, что так и так, вы обвиняетесь в том, что вы обвиняетесь в создании антиконституционных групп, которые борются против НАТО, против Европейского Союза, против введения Евро. Вот так и так. Информация о деятельности граждан Литвы против своей страны поступила в прокуратуру из Департамента государственной безопасности. Антиконституционная деятельность относится в Литве к тяжким преступлениям и может караться 10 годами лишения свободы. Александр Зубряков. Настоящее время. Из Вильнюса. Я передаю слово Вашингтон. Наташа. Спасибо, Шахеда. У нас другие темы. Год назад Белый дом объявила новой инициативе, цель которой помогать подросткам, принадлежащим к расовым меньшинствам. Инициатива последовала за нашумевшим убийством подростка афроамериканца Трейвена Мартина. Президент Обама заявил тогда, что Мартин мог быть его сыном. Александр Панов продолжит тему. Учиться, учиться и еще раз учиться. Американский президент, в прошлом социальный работник, сделал образовательную реформу одним из приоритетов. С первого дня пребывания в Белом доме. Сторож брату моему. Инициатива, отсылающая нас к библейской истории Каина и Авеля. Сторож брату моему. Эта идея возникла после приговора по делу Трейвена Мартина. Делу, вызвавшему в обществе большие споры. Задача программы помочь добиться в жизни успеха молодым афро- и латиноамериканцам, белым, у которых нет условий, чтобы сделать это собственными силами. Общественные фонды и филантропы, представители бизнеса и национальная баскетбольная ассоциация, правительственное агентство. Все участвуют, все вовлечены. Я не игнорирую помощь молодым женщинам. Мне бы это не позволило сделать Мишель, шутит Обама. Но именно юноши с разным цветом кожи – большая проблема Америки. Рекордное число афроамериканцев сейчас учатся в колледжах и служат в рядах вооруженных сил. И тем не менее, как свидетельствует статистика, один из трех афроамериканцев, мужчин, хотя бы один раз в жизни оказывается за решеткой. Для сравнения, такой показатель среди латиноамериканцев один из шести, а у белых один из семнадцати. По данным Центра по делам несовершеннолетних и уголовного правосудия, подростки афроамериканцев в четыре с половиной раза чаще бывают застрелены на улице полицейскими. После оправдания Джорджа Циммермана, застрелившего подростка Трейвана Мартина, еще больший резонанс вызвали события в Фергусине, а еще в Лерке и Кливленде. В рамках проекта «Стораж брату моему» генеральный прокурор Эрик Холдер объявил шесть городов зоной пилотных программ по сотрудничеству и сближению цветных общин и правоохранительных органов, в их числе Миннеаполе, Спитцбург и Бирбингем, штат Алабама. Инициатива «Стораж брату моему» помогает нашим молодым людям развить навыки, необходимые, чтобы найти хорошую работу, поступить в колледж, чтобы поднять семью и добиться успеха. «Стораж брату моему несет молодежи послание. Вы важны для страны, вы важны для президента и для меня, генерального прокурора, который был когда-то одним из вас. Мы, как нация, никогда не откажемся от вас и не позволим вам отказаться от самих себя». Джонатан, учащийся средней школы из Мэрилэнда, сын выходцев из Эфиопии, собирался учиться на врача, но президентская программа убедила его в том, что быть социальным работником и общественным активистом еще важнее. «Я надеюсь, что мое поколение сможет преодолеть существующее неравенство. Пример президента вдохновляет всех молодых людей, независимо от цвета кожи. Нужно верить в себя и бороться с расовыми мифами и стереотипами. Мы все одна нация, Соединенные Штаты Америки, и это выше классовых и расовых различий». Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время – Вашингтон. Новый рекорд Гиннесса установил уроженец Ставрополя Денис Михайлов, уже около 9 лет живущий в Нью-Йорке. За 12 часов он пробежал на беговой дорожке 129,5 километров. В интервью нашему нью-йоркскому корреспонденту Михаилу Буткину Денис Михайлов раскрыл секрет своих достижений. Еще не так давно Денис Михайлов работал финансовым аналитиком в крупной международной компании в Нью-Йорке. Все было хорошо, но он заметил, что здоровье стало ухудшаться от долгих часов за компьютером. И Денис начал параллельно заниматься спортом. Когда я закончил свой первый полмарафон, 13 миль, я подумал, как можно после всего этого развернуться и пробежать еще столько же, чтобы сделать целый марафон пробежать. У меня это в голове не укладывалось. Сейчас я прекрасно понимаю, что границ нет, совершенно нет. Люди бегают. Самая длинная гонка в мире – 3000 миль. Она проходит здесь, в Нью-Йорке, занимает три месяца. Люди бегут три месяца. Но для того, чтобы выдерживать такие нагрузки, организм человека должен функционировать в оптимальном режиме. Для Дениса Михайлова это означает питание только сырыми растительными продуктами, то есть в основном фрукты и в дополнение зелень. Я питался обычной русской диетой, то есть все подряд. И за два дня моих исследований в интернете я понял, что эволюционно наш организм, скорее всего, был приспособлен к немножко другой еде, к еде, которая не подвергается ни термической обработке, ни химическим каким-то добавкам. И я для себя сделал вывод, что это стоит попробовать. На завтрак мое любимое блюдо – это апельсиновый сок, свежий апельсиновый сок. Который зарядит бодростью, ну, минимум на полдня. Таких апельсинов я в день могу съесть, ну, до 70 штук, если у меня активные тренировки в этот день. Рацион Дениса зависит от нагрузок и времени года. Будучи фруктоедом, он открыл для себя множество секретов, включая то, что открывать кокос удобнее всего с помощью обычного замка. Потом вставляем нож в эту трещину и не спеша ее увеличиваем. В прошлом году ради занятий спортом Денис бросил работу. Сегодня он не только участвует в забегах, занимается тренерской деятельностью, но и консультирует людей, которых интересует здоровый образ жизни. Денис специализируется на горном беге. И поэтому рекорд на беговой дорожке спортивного комплекса «Нью-Йорк Спортс Мэтт» дался ему нелегко. «Набежал 80,5 миль. Это примерно 129 с чем-то километров. Новый рекорд?» «Счастлив». «Очень. Был очень длинный день. 12 часов вот на этой машине не слазяя с нее». Денис Михайлов уверен, что человеческие возможности безграничны. Просто нужно очень внимательно прислушиваться к собственному организму. 90% того, что мы думаем, на что мы способны, это просто у нас в голове. Если чутко ощущать свой организм, если знать, как он работает, если знать, как работают мышцы, если знать, как работает кровь, знать, как работает кровеносная система, легкие, кишечник, если все это понимать и чувствовать, можно дать организму создать такие условия, в которых он будет достигать невероятных вещей. Михаил Буткин, Сергей Гусев. Настоящее время. Из Нью-Йорка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Международный день водных ресурсов или просто день воды отметили по инициативе ООН в это воскресенье. Во многих странах прошли акции, направленные на пропаганду рационального использования воды. Дело в том, что потребление пресной воды постоянно растет, а ее запасы не только не увеличиваются, но зачастую еще и активно загрязняются. По мнению экспертов, к 2030 году около половины населения земного шара может столкнуться с проблемой нехватки воды. На этом наша программа подошла к концу. Смотрите нас, присоединяйтесь к нам в социальных сетях. И до завтра. Шахида? Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Шахида Икуб. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!